я вообще думала о том что вообще о чем можно все не поговорить мы и ну если посмотреть объективно на нас всех один вопрос у меня бибит к вам ну как можно так много зарабатывать ну просто расскажите откуда знаете вероника сколько весь инстаграм там блин полтора сколько миллионов подписчиков мне кажется все знают сколько вы зарабатываете просто смотрю на бибета и вряд ли мне кажется у тебя же есть каспий ты вряд ли в мой банк заходишь а у тебя до голда и до депозита еще четыре строки с рассрочками со всякими кредитами он сам заходит вообще или кто-то заходит я кстати сейчас самый первый раз богатым человеком разговариваю за миром не знаком я вообще не знаю кто вы вот оба я знаю я на нее подписан еще до того как она стала популярными популярных радостно что их популярны в двух словах дамир это человек у которого удостоверение всегда в залоге просто микро кредиты вот бренд амбассадор не если по деньгам смотри наверное я просто много работаю это неправильно я как элитный таксист вот я вспомню у вас был перекус таксиста или у тебя я не знаю как мы общаемся я как и вот я много катаюсь да и много езжу и мы больше зарабатывать то есть это неэффективно поэтому у меня наверное бесполезно спрашивать нужно обратиться там к маргуланом и прочим людям про кайдзен а чем вы сейчас занимаетесь в основном ну вот в рабочее время кстати я произвожу трусы я получается могу купить и альбекова натянуть нет части но мы уже это обстебали поэтому они называются у нас есть резервный бренд омс типа мужчина короче да он нас еще создательской деятельности и это большое достижение что мы шли к этому два года на люди там пытаются индустриализации инновации там цифровизации мы в казахстане выпускают трусы это оказалось тоже не так просто вот два года нам понадобилось чтобы начать выпускать в казахстане трусы здесь можно поаплодировать мы выпускаем трусы это как итог нашей программы да вот я пытаюсь заработать на трусах но на мужских а женские трусики есть а ты знаешь можно девчонки многие их покупают и потом как фотографируется давние есть такие подруги которые ходят как будто трусы они такие это шорты и бывают вот эти шорты которые вот чуть 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 длиннее чем трусы который больше чехол для трусов а сколько стоит трусы у тебя не которых ты пришел который ты продаешь я помню в них и пришел да я 20 набор все хватает несколько суток и вот дамир же выключился на свои 20 братан всего лишь 23 тысячи тенге за набор то есть ты говоришь всего лишь насколько наборе 23 тысячи трусов надеюсь или у дамера трусы как кожа кажется у дамера трусы которые через свет видно все блять вот эти которые затмение можно наблюдать больше больше у меня дома не будешь ты сидеть весь всегда всегда легче начинать выпускать какой-то премиальный продукт потому что ты можешь потратить нормальное количество денег на там r&d на то чтобы его сделать качественным а зато мы же затем потихоньку потихоньку все сделаем вид что поняли что такое r&d или че как называется r&d это что хуй ты на меня смотришь это он кто-то из вас знает ты его я просто знаю какой-то термин модный да типа и все я просто говорю а значение не знаете ну тогда эшкере в целом вот вы помните свою первую работу чем вы занимались когда и ну когда только например хотели получить какие-то первые деньги чего делали вообще все ну это вообще общего я мыл тачки а я мыл машины короче и причем люди не просили мыть и машины мы просто на перекрестке просто выходили типа . по моему просто мыли потом люди приходили лишь бы мы ушли просто и перестали царапать их они платили деньги ну конечно когда толпа вот это спана спана ходит по району ну конечно ты думаешь лучше отдам им денег дамер до сих пор этим занимается вам вот этот фары вам против ты просто мыл или клеил на них наклейки на тему я мы еще я продавал газеты каждую пятницу выходил караван я типа ходил с этим караваном и продавал причем я не понимаю зачем я делаю то есть я ну ну то есть принципе я из центра города там мои родители нормально зарабатывали но почему-то вот это это было интересно то есть вы где-то покупали газету и потом перепродать там у нас был простой бизнес-план в киоске покупали газету и дальше ходили ничего фантастично с трусами не так что ты берешь газеты и делаешь из них трусы нет это было бы очень странно мадик у меня тоже первая работа с газетами связаны я газеты раздавал сулпаковский а нельзя говорить не она вряд ли час упак таки ну все блины интеграцию прострали да мир жук сказал про сумпак но у меня спорта бейбот это ты из будущего да вот пока совпадает думаю тоже до трусов дойду я я у меня была работа я вытаскивал из газеты газету знаете и просто ложил и за это мне платили 0 1 тенге за одну газету 850 тенге в конце дня ты добей бы то заебешься идти я думал когда еще вышел я думал газета я почему-то сразу представьте американские живут это экстра-экстра свежие новости в городе цирке ты кидаешь нет не такая работа не это в микрошаг был она микрошаг до газет не покидаешь у меня первая работа я семечки продавал серьезно да у меня то есть у меня родители взрослые когда я родился они были взрослые это принцип родителей всегда так не было так что вы рождаете родители младше нет и они были на пенсии и им нечего было заняться судя по всему и они близ дома продавали семечки и я периодически их сменял то есть семечки штучные сигареты на свай в ассортименте вот этот тип еще рядом весы стоят не и мы не масштабировали бизнес мы решили что наша ниша это семечки и мы унеслись а ты же на свои ни разу не пробовал ни разу жизни то есть ты на своем дерьме не сидел дерьмо как никогда подходит это слово да но у нас тоже бизнес был такой мы ездили на алтынурду покупали на свои семечки я вообще в на свои разбираюсь непонятно зачем если вы спросите какой на свои вам на 20 минут расскажу советы по на свои лайфхаки какое-то сомелье да 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 нотки дерьмо курицы отлично раскрывается под красное вино его так двигался и в целом я в нем не было немножко стыдно наверно потому что мои одноклассники или ребят со школы могли увидеть как я продаю семечки и но потом я начал понимать что а какой к нахуй разница типа если мои родители продают почему я должен чураться этого и вот с тех пор так что если вдруг после трусов еще два бизнеса и ты будешь думать о том чем заниматься семечки будущее на свайный бутик открытие сам прикол меня есть очень успешный друг он вот дистрибьютор семечек это просто золотая жила для наших людей серьезно до 200 процентов очень успешный я скажу 200 пачек продали я понимаю что чураться никакой работы не стоит главное работать а какая мотивация я послушал вас вы просто работали чтоб работать нужны были деньги ты просто сказал ты с бедной семьи так можно говорить ты не обижаешься я не обижаюсь я сам у меня смотрите у меня у меня богато родители жили когда мне 6 лет было примерно когда я в первый класс пошел я мне на меня надели пиджак пахана я думал почему я на этом собрании не был когда все по пизде пошло и после этого ну я я не хотел одевать надевать одежду брата или там отца и поэтому мне сказали иди работай я в седьмом ну я чуть подождал пока все примерил да и в седьмом классе я пошел газеты развивать моем случае мотивация в первую очередь а помочь родительным семечками было потому что они не вывозили поток был жесткий просто там просто просто бизнес щелкал вы думаете насколько вот я не знаю вебет как у вас но вот то что происходит в детстве какой семье ты вырос родился влияет на не знаю финансовую грамотность в дальнейшем развитии человека вот вы родились богатой семьи или или да я родился в центре у меня нет такой истории типа я посовец а теперь стал миллионер и потом рассказывать об этом на форумах успешный успех поточный поток я просто вот жил в центре города и типа ну бы я я жил в обычной семье в какой-то момент у меня действительно родители были достаточно очень богатые потому что у меня отец привозил автомобили праворуль на еще был советский союз представляете то есть это еще тогда теслу вам 90 год тогда наверное иван маска еще об этом не думал очень молодым но тогда помню праворульки вот этот nissan и какие-то ну то есть это был шок для меня культурный а в целом ну на я не знаю что нас финансовая грамотность мне кажется вот это прям сейчас очень большая такая очень для меня это вот банально это вот чтобы мы как я как живу вот начало месяца до 15 числа лучший эскортницы города алматы вот так вот просто а потом с 15 по 30 ну вот так все по наклонной вниз идет и не понимаю как жить не от зарплаты до зарплаты чем занимаетесь вот где эскортом такой доступный эскорт бюджетный в эскорте лоукостер я сказал такой эскорт с шутками простите да я кстати могу стендап приват сделать где только не выступал процесс недолго идет можно еще и не знаю я очень долгий ну ладно как вы копнули эту яму да с эскортом сразу все полилось нет я работаю на самом деле я занимаюсь комедией но этого из-за того что это не приносит стабильный заработок а вот зарабатывают вот сколько стоит ваше выступление смотря в каком месте и какой комик мое личное выступление ну не знаю я сейчас постараюсь брать это ну за 15 минут моего чистейшего приватного юмора я реально себя как эскортница 15-20 минут отдельно комната но я стараюсь брать это ну около 300 тысяч тенге потому что это на какие-то такие небольшие мероприятия сколько 300 тысяч в тенге не долларов хотел шутку из своего детства да можно я скажу просто либо это моя первая работа была у вас компании ярко да я проработала полдня но я клянусь не мы ценим сотрудник когда у нас нету текущих когда я пришла вот первое когда вы зашли вот в open space и сказали спросили у меня привет типов там типа волком все такое спросили сколько будет сто пятьдесят 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 я такая 300 искали отсосил тракториста это наша корпоративная культура прошло сколько лет и вы снова пришли к этой шутке еще бебет говорит хотел сказать шутку из детства двухнедельной давности же шутка получила было прикольно я правда у меня есть сложности с тем чтобы говорить людям нет и как бы просто потому что но не подходит например просто сфера например и я помню что я ушла на обед и не вернусь принципе мы не заметили вот из-за того что рано понял цену деньгам я вот прибываю состояние когда я всегда экономлю всю жизнь экономит уже с детства слышал от мамы то что мы нам нужно экономить и вот типа самое необходимое берем а излишки типа нам не нужны и я понимаю то что это меня сформировала в плане финансово но при этом я понимаю что из из-за этого все что было в детстве остается дорогим почему-то для меня сейчас хотя я вроде бы имею средства чтобы купить типа мороженое сникерс я думаю что на рассрочку оформлять я не осилю придут коллекторы заберут мне сникерс быть не хочу этого и таких вещей дофига там типа бы red bull большой я про него только слышу starbucks первый поход вы бы видели как я готовился еба я слышал там имена пишут на бутылке выбрать на банке на стакане видите насколько я не шарю я первый раз подготовился жутко и с собой за гранд паспорт взял у меня есть влияние с детства то что ну я так жил чуть-чуть бедно в какой-то момент и у меня есть сейчас привычка и когда в магазин захожу я по деньгам определяю что я хочу не так что от того что я хочу я могу сказать так в пределах двушки сушняк и просто смотришь самый дорогой на библи чесла хуй примерно наших проблем последний раз двушка слышал про квартиру наверное еще просто у тебя сколько стоит гонорар за выступление я просто сравниваю вас более успешен до 300 косых у меня лям но никто не плачет да пока никто лям и вертолет а как вот финансовой грамотности детей вы как-то обучаете или они вот им же повезло я бы хотела быть вашей дочерью но я сам хотел бы быть вот эти приколы в тик токе да типа как сделать вип казашку да это же реально то есть это просто мне нужно много-много работать и моя дочка вип казашка то есть приблизительно наверно так но в целом у меня дети очень такие они ну то есть знают я сам кстати думал об этом о том что то есть вот иногда у меня даже есть ну там типа деньги прям много да я стою такой ну типа сколько нормально ну типа косарь да да мир баху ну я все равно ваху иногда еще горит не я к чему думал что я все-таки тоже экономный то есть я почему-то знаю я так как с детства работал и всю жизнь я работал да там в 10 лет на телевидении работал мне не платили почему-то вот почему не 10 лет где бабки да мне не платили там в 16 лет мурберген там на шахаре я работал и так далее и я много где работал просто так за идею за бесценный опыт как говорили работодатель помните чем и я видимо знаю цену деньгам мне так почему-то иногда больно не знаю почему то есть вот как-то ты понимаешь что ты вот как у вас приблизительно ну не мороженое ну к примеру ролик я такой типа почему я не могу это и прям вот я научился наверное вот сейчас я переборол это с помощью родных то есть я такой типа почему я не могу купить это типа родным людям чего не могу маме купить ролик сеток у тебя ну это фигня вообще типа пошел купил как лёва то есть вот я учусь быть щедрым большей частью за счет родных там вот там хату родителям там еще что-то после этого на себя вот посмотрите я такой же ну я хуже я выгляжу хуже чем вы да то есть на самом деле бомж просто по я на себя вообще практически деньги не трачу вот что вы понимали ну это вот мне некуда тратить мы после этого выпуска вам будем родные блин хотя бы просто до хаты довести для меня это звучало так как будто он решил свои хотелки через родных знаешь типа маме роликсы типа я сейчас маме playstation 5 куплю и как будто бы маме носом не купишь ну прости брат все-все мы вот так сундук этот закроем роста не будем не будем прожаривать у меня есть купишь 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 кстати прикольно что большинство людей такие типа особенно но я недавно начал много зарабатывать и прям много чтобы много и люди типа сколько может он не знает цифры в двадцатом году короче я начал зарабатывать прям ну я не знаю как это произошло много-много больше чем ты когда в мой банк каспий заходишь ты вот так чуть-чуть отходишь от людей у меня когда 200 тысяч я уже такой ебать короче вот спустимся нацов если вот эти цыгане да ну инфо цыгане и его у них же есть мышление миллионера там небо синяя все-таки небо синяя там зарабатывайте больше дом будем больше зарабатывать и я такой смотрю думал что за типы очень верят этим людям и в двадцатом году мне перелом произошел мне короче а извиняюсь да кто-то ходит на курсы тренинги там да не менторство и все такое ну короче это просто короче я был недавно на форуме я отвлекусь за там чувак просто час рассказывает одну хрень просто вот его можно было сократить до пяти минут просто будьте позитивными он говорит он он назвал свою лекцию исходящий поток я думал люди пишите матом 10 тысяч тенге там платили в среднем за это короче выходит второй чувак приблизительно что-то ну вот эта история я из-за ула теперь я крутой в не типа внедряйте crm я такой еще еще ну минут ну как там у тебя сколько там ты сказал долго но минута короче две да потом выходит выходит короче уходит маргулан там типа коллектив не команда что-то там этот вы как слушатель нам были да не как спикер я я в конце должен был выступать нехуя не понимаю этих которые выступают оторвался просто да а с какой темы вы выступали личный бренд да и как выглядела ну как долго длилась просто трусы снял после газа везде наклейки вот мой совет ты знаешь я раньше короче мой с гургеном х был какой-то период у нас в агентстве мне было агентство крупно еще 2005 году помню мы просто выучили слова ну понятно да и вы уже тогда были я с меня на это проработали нормально у нас был кстати раньше знаешь у меня я же агентство открыл 16 лет и в энд агентство короче просто надо было знать умные слова 2001 год там booking там что-то еще сейчас да что-то говоришь короче все-таки дал ну мы с ними надо двигаться да и был момент мы с гургеном который гурик в астане ресторан то не знаю вам вообще не интересно да что я говорю и далее я потом про гуглю да я говорю про армян в ваших же интересах про них слушать они вертят вашим бизнесом и смотрите он моим у тебя есть бизнес а да а сколько сколько в итоге вам платят за выступление мне миллион я буду настаивать сумма и меченными купюры я короче и гурген постоянно то есть он на последние деньги вот в чем был его прикол пусть в казахстане нельзя показывать что ты не успешен то есть вот и у нас дела плохо шли была одна audi у меня ну там а6 и все в принципе гурген жрал лепешки дома но это все что у нас было мы понтовались и типа ездили на audi кругами типа у нас bugatti как будто бы вокруг есентайна тогда это было типа подзержинского и он на последний день вместо чтобы пойти в узбечку уходил в вог кафе показывал почему-то всем свои трусы я вообще не понимал там типа диск ворот видео у меня трусы и как-то он максимально понтовался что его наняли на работу за 5 или 7 тысяч долларов чтобы он вот этот бархат шоколад открыл потому что в казахстане я куплю вас трусы если брата показывай всем ценники вырастут миллион сто будет смотри и и чуть-чуть марафон реально начался 10 процентов отсчет начинать и то есть у нас прям нельзя у нас только ты показал то что вот такое общество да то есть только ты показал что у тебя какие-то проблемы или у нас нет никого сочувствия то есть тобой как правило перестают в основном общаться вот это класс это классная тема для обсуждения вообще тоже понты но для меня поэтому тебе приходится хорошо у тебя дело плохо ну то есть и приходится вот это кидать как бы в логотипами в лицо но я не особо про логотипы но в целом да то есть приходится кидать вот в лицо вот эту всю пыль чтобы как бы люди думали что ты успешно все хорошо потому что они хотят быть как бы рядом с такими же людьми да то есть и условно и и это работает но в плане я вижу что это работа человек заработал на работа устроена стыдно но это работает ну а Не знаю, мне кажется, у нас в ДНК это заложено, понты, как бы, и в обществе ты находишься, если на тебе что-то, ну, дорогое, ты уже, значит, ну, денежка имеется. Либо айфоны, ну, люди покупают в кредиты, но жизнь в кредит у нас, мне кажется, у многих, не у вас, вот сюда. Ты знаешь, я взял что-то данную в рассрочку. Нихуя себе. На две минуты. Мы это в превью ставим. Да, короче, у нас маркетплей запускается новый, и я хотел протестировать, оно никак не… Мне почему-то отказывал в рассрочке Freedom Bank, я уже посадил вот Тимура, я говорю, Тимур, смотри, при нем, как назло, все сработало, и я взял рассрочку. Я, правда, не знаю, как там что платить. Рассрочка на маркетплейс? Нет, на маркетплейсе, внутри маркетплейса ты можешь купить там какую-то сумочку. Я купил, я просто вот кнул во что-то, короче, и взял рассрочку на полгода. Хочу так жить, ё-моё. Трикать во все подряд, да? Это уже есть у меня в жизни. У тебя нет такого, что ты заходишь на какой-то маркетплейс и от дешевого до дорогого ставишь в этот маркетплейс? Нет, почему есть, если это один и тот товар? О, прикольно. Надо запомнить. Вы когда-нибудь что-нибудь покупали в кредит? Ну, у вас же явно есть истории. В кредит нет, кстати. Микрокредит есть. Маленький кредит. Да, иди. Типа. Лебед, вы знаете, что такое микрокредит? Объясни. Ты у него сейчас спроси, а пивной безлимит, знаете, что такое? Всё, это моя тема. Сейчас вам всё объяснит. Садитесь поближе. Я думаю, мы можем садиться на том, что кредит – это харам, да, вот. Это к вопросу про финансовую грамотность. Лучше работать, кажется. Я, кстати, вспомнил, ну, вот, свою мысль, что про успешный успех и вот это мышление, да, миллионера. То есть у меня были там какие-то крутые тачки до этого, да, ну, там, всё такое. Я раз смотрю на лицо Мадьяра, очень сильно зависит. Не, он так буднично, но были крутые тачки, да. Ну, это, как бы, я же автоблогер, да, будем так считать. А, теперь мы поняли, кто он. Да. И в 20-м году мне мой друг звонит, Козвардинский, родственник мой, родной. И говорит, ты знаешь, мы, говорит, отцу подарили Рос-Ройс Калинон, и… Но Козвардинский, он говорит, Кулинон. И, говорит, Апахан сказал, говорит, вы что, с ума сошли, я как на такой машине буду ездить? И на ней должен ездить Алибеков, она ему подходит. Я ему говорю, сколько стоит? Он говорит, столько, столько. Я говорю, ты охренел, ты что у меня из предприятия? И он говорит, я тебе готов продать в рассрочку. И я, короче, ну, к вопросу о рассрочке. И я такой, типа, блин, и купил. Блин, со словом «блин» купил. Блин, не хотел, но что-то купил Рос-Ройс. Настроение было такое. Ну, то есть у меня в голове произошел переворот, типа, купить вещь за, типа, половину суммы американской мечты, да? И я такой, типа, я должен много работать. И как-то я стал много заработать. Ну, то есть вот как-то это все произошло. Я такой, видимо, тебе нужно действительно, ты зарабатываешь столько денег, сколько тебе нужно. И вот с 20-го года это было просто не остановить. Я не знаю, почему так сыграл вот эту роль автомобиль в моей жизни, но это случилось именно так. А стоит, вот типа, а есть такое, да, то, что вот чем больше ты тратишь, тем больше ты зарабатываешь. Если я засобираюсь там, ну, не Рос-Ройс, типа, свежее Киев я захочу в Тастаке, ну, это вот сработает так, что я буду больше зарабатывать. 200 процентов. 200 процентов? Звучит уже как афера, блядь. Звучит как микрокредит. Как мы резко вот так с микрокредитом в Рос-Ройс, блядь. Нет, реально, ну, тут две полярные истории, кажется, это, ну, очень круто. Хотя оба с газет начинали, я вахну. Да, что-то я не там свернул. Я говорю, я не там свернул, где-то, блядь. А вот как вы думаете, я не знаю, насколько, бейбет, по конференции, может, какими-то вы ездите или еще что-то где-то, где нужен райдер. Есть у вас райдер свой? Нет? Какие-то условия? Ну, сейчас-то я стал выпендриваться, ну, где-то последнюю одну поездку. И я теперь прошу, чтобы со мной летел человек. Вот. И, в принципе, все. А до этого? А до этого я летел. В целом, неважно, какой человек? Ну, в принципе, да. То есть, главное, чтобы был со мной человек. Короче, что происходит, когда я прилетаю на какой-то форум? Я уже, кстати, два раза выступал, прям, типа, вот на вот этом успешном успехе. Но я думаю, ну, еще раз, как бы, интересно. А сколько платят за такое выступление? Да! Короче, пол суммы, вот так сейчас. Я, честно, не помню, сколько конкретно, но, потому что я не занимаюсь этим сам. Ну, типа, обед, ну, сколько, например, ну, мы вот, мы сказали, по три стакана заработать. Где-то, наверное, два с половиной миллиона тенге, может быть, три. Пиздец! Два с половиной миллиона тенге, и с тобой еще летит человек. Ну, еще, да, типа, человек летит, там они оплачивают какие-то билеты. Что просто летит, что просто завидовать. Рядом. У меня за 300 тысяч не всегда я лечу, блядь, там. Иногда просят дойти до Шимкенты пару раз. И, ну, то есть, это же не то, что я там ходил и предлагал всем купить мой выступление. Я потом просто спросил, сколько берет Маргуан. Сколько? Да, у меня была ровно такая же реакция, вот, как... Но при этом вы отправили. Я думаю, я не могу это говорить, но это очень овердах. Очень много, короче, это, да. Сколько, как Теслы, сколько там? Одно-одно накопится? Ну, я думаю, это вот по нынешним ценам Кия. Ну, нормально. С Маргуан, ноздря в ноздрю идем. Да. Нормально. Нет, я просто думаю, насколько вот райдеры и условия, которые прописываются звездами там, это считается понтами больше, чем реально какими-то требованиями. Мне кажется, иногда это такие понты, короче, просто. Я раньше же, у нас было крупнейшее агентство, мы привозили разных там рэперов, там все такое. Ты раньше еще круче был, получается? Я когда он сказал, я с 10 лет работаю в телевидении, я думаю, я в 10 думал, блядь, что спрать зеленый. Вот тут такая тема. Я, кстати, до сих пор думал, что спрать зеленый. Ты должен мне 2 миллиона сейчас. И, в общем, ну, короче, ладно, давайте продолжим. Просто для нас, для комиков, райдер, как это выглядит? Я просто думала долго. Но для нас просто, чтобы нас заселили куда-нибудь, где тепло, это уже хорошо. Я клянусь вам, это без всякого. Один раз, простите, господи, сейчас будут эти комики, меня потом убьют. Поехали на выступления комики, их для инстаграма в отеле поснимали вот так, как они лежат в номере, как они в холле проходят, а потом их собрали и как шлюх, короче, повезли в однокомнатную квартиру. И отъебали. Очень унизительно. Поэтому в какой-то мере я думаю, что райдер это не понты, но там, например, кто? Типа Бейонса, ну не у Бейонса, я точно не помню, но там доходы изощрений, мол, типа, только красный МНДМС. Я думаю, чувак же какой-то сидит, у него образование, там, типа, он много кого привозит, и, блядь, сидит вот так вот. И, ну, я бы очень сильно хотел бы дорасти до того, чтобы изощряться, но не так. Не, вот я вспоминаю райдеры, там многие вещи, то есть ты должен выполнить какую-то, я не знаю, там, смесь Алыча-Палыча, спермы-Соловья, там что-то ты должен поставить. Я не знаю, то есть ты многих вещей, не знаю, тебе приходится заказывать какую-то… Сперму-Соловья? Отвечаю, да. Какую-то там… Когда приезжал Соловьев. Он нам немножко отсыпал, да, для других звезд. И смотри, и тебе приходится вот эту… Даже водку мы какую-то заказывали с Дьюти Фри, потому что какой-то диджей, хрен пойми кто, который играл хрен пойми где, и попросил. И это… И они, прикинь, они даже, ну, типа, они мимо этого идут, им это не надо, но их директора, вот эти конченые люди, так тебя трахают за то, что ты все это соблюдал, хотят тебе, ну, и это никому не надо. Я помню, вот с Крэйг Дэвидом самый конченый вообще директор был, он почему-то думал, что все вот люди хотят Крэйг Дэвида, прям хотят с ним сфоткаться, там, охрану через паркинг мы выходили. А там никого нет рядом, да? Я ему говорю, братан, его никто не знает вообще, типа, зачем мы это все делаем? Там Кайрат Нуртас выступает в нижней части, там больше разъемок. Кайрат Нуртас, он как в парфюмерии двигается, журналистом. Он вышел начальник СБ Риксиса и говорит, парни, вы что, придурки? А вот у Крэйга не помните, какой был самый, ну, странный, вот что он просил? Крэйг Дэйд сам ничего не хотел, он хотел девчонок, короче, просто. А вот его менеджер… И так можно? В райдере. Хочу девчонок в райдере, вот так? Ну, в принципе, ну, так как бы неофициально. Сейчас мы выведем его. Ну, типа, вот как в Астане же там раньше переговоры были строго там вот, ну, в вашем бизнесе, да? То есть сауна и… В северокорейском. А, я думала корейский, реально я думала про коровки говорить. Встречи, может быть, и были короткими, да. И я к тому, что, ну, я не понимал, вот ты не понимаешь вообще, зачем вот эта суета лишняя. И пришел СБшник, он говорит, здесь Бритни Спирс недавно была там, Дженнифер Лопес на дне рождения старого Казахстана. Но он тогда не понимал это слово. И, кстати, вы боитесь говорить фамилию Назарбаев? Назарбаев. 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 Кто проживает на Дне океана? Самое главное без имен. Назарбаев. Назарбаев. Я заметил, некоторые люди до сих пор такие, ну, там, этот… Назарбаев. Хочешь, я буду вместо тебя говорить? Давай. Просто можем, в принципе, в любой, в какой-то момент, типа, Назарбаев. Назарбаев. Все верно, да? А что такое? Назарбаев. Я к тому, что все вот эти привозы мощные, да, которых мы с вами не видели, я-то работал, ну, там, с брендами мировыми, да, то есть я не работал с вот этими людьми, но, тем не менее, они привозили самых крутых артистов, да, и вообще они жили на такую ногу широкую, что Алматы там повидало стольких павдэдзи там и прочих звезд, и… Несколько павдэдзи. Несколько павдэдзи, да, и педидзи, и всех на свете, и я так рад, что вот это ушло, и теперь достаточно иметь Rolls-Royce и бандоваться. Да, ну, условно, то есть, знаешь, какой момент для меня ключевой? Есть не тайм-мол, вот это асоциальное место, и… Ну, такая… Оазис, да? Да, оазис такой, да, такая огромная большая локация для TikTok-съемки, и, короче, там раньше всегда вот эта парковка перед ним, да, это, ну, вот все вот эти автомобили всех вот этих людей, да, скажи. Назарбаев. Да. Вы тоже говорите, я один не буду это играть. Если что, мы потом, да, мало ли что, вдруг они вернутся, прикинь, да, и такие, это он. Ну, я могу Токаев говорить. Да, поэтому ходить… Токаев я могу говорить, Токаев? Да, да, мы голосуем за нашего президента, да, 20 ноября, поэтому… Что ты говоришь? Назарбаев. Да. И вот… Жигули, давайте так. Я могу летать с тобой, если что. Хорошо. И вот этих всех людей, прикинь, после января всех этих машин нету, и я один там, тиктокер старый, дядя, короче, паркуется, и, прикинь, вообще никого не стало, вот куда все пропали. И вы потом мародерить пошли. А? Потом мародерить пошли. Просто думала о том, вот, если свой райдер, просто это вообще что-то на уровне галактики, я думала, что свой райдер когда-нибудь добавить, я думала о том, что я добавлю туда курагу. Но, напомню, я просто очень сильно люблю курагу. Курагу? Да. Это вот рассматривать. Да, да, да. Оливки и курагу. Ты бы что добавил туда? Я всегда думал, что райдер — это с Мортала Комбата что-то. Так и есть, брат. Да, мы обсуждаем Мортал Комбат. Я бы, наверное, посредством райдера решал бы какие-то свои бытовые проблемы. Типа меня спрашивали, какой у вас райдер. Пылесос. Да, да, да. Ну, смотрите, мне нужна вода, полотенце и ремень ГРМ на киа. Мне нужна. И вот таких лампочек пять можете вынеси? Я бы так двигался постоянно бы. Но, с другой стороны, вот, Бейбет, у вас классно то, что есть заготовленная программа, надеюсь, на эти форумы. Ну, там, личный бренд. Честно, вообще нет. Это вообще кайфово. Это у меня такое, как импровизированный стендап там начинается. У меня есть какая-то презентация, но она неинтересная. И просто от себя. Еще и платят за это там полтора-два миллиона. Ну, потому что я несу поточный поток, успешный успех. Матка дышит, все дела. Ну, мошонка или с чем там, да. Ты еще сам не в курсе, смотри. Я еще не раздышал, да. Я еще не снимал те трусы. Прикольно, что ты скептически относишься к марафонам или к людям, которые там что-то вещают, но при этом сам участвуешь и сам называешь свою презентацию неинтересной. Да, классно. Ну, мне кажется, это клево. Ну, мне кажется, это вообще верх просто вот. То есть, верх Стеба. Я всегда над этим прикалывался, когда в итоге ты это все стебал, а в итоге тебя уже туда приглашают, и ты в конце все равно все это стебешь, короче. Теперь я модератор где-то на пяти-шести форумах. У меня просто, типа, очередь из выступлений. Причем люди, которые приходят, они тоже хотят, чтобы в итоге это все как-то… Я не понимаю, короче, ну, какой-то садомаза, такой бизнес садомаза. Ну, прикольно. То есть, ты получаешь там инсайты. Инсайты. Это, конечно, мощное слово. Все это проходит in the building. In the building, инсайты, да. Нет, и круто, что после этого, на самом деле, ну, ты не даешь обещания никому. То есть, просто обманул людей со сцены. Не, не, но там на самом деле… И пошел дальше. Причем люди, они… Ну, то есть, это не обманул. Вот человек, там, они сидят, и они такие прям заряжаются, мотивируются. И прям хотят… Я отвечаю, я на них, я вот смотрю, там, просто вообще в глазах огонь. Это же клево. Ну, типа, я думаю, ну, значит, в принципе, все это стоит того, чтобы это было. Нет, я когда ходил на форумы, мне просто компания оплачивала. У всех глаза горят, потому что, ебать, уже оплатили, блядь, по 300 тысяч. Конечно, будут глаза гореть, я ничего не упущу отсюда. Заработали свой первый миллион. Пацанам такой же вопрос, только в тенге. Он ждет выступления просто до сих пор, да. В миллионе сколько нулей там, блядь? Ты знаешь, нет такого момента, что я заработал миллион, да, то есть, ну, вот, это такое очень… А когда это произошло? Ну, в каком возрасте? У тебя никогда нету миллиона, конечно, ну, вот, ну, мне кажется, нет? У тебя нету? У нас тем, ну, кажется, да. То есть, я не знаю, ну, то есть, я даже об этом не думал. То есть, у меня не было такой цели заработать миллион. Мне больше процесс интересен. Но ты заработал миллион. Ну, суммарно, если, ну, мне кажется, да. Со всеми трусами, бургерными. Не, ну, конечно, гораздо больше. И, но… Сколько? Миллион один. Нормально. Я честно, я просто не считал. Ну, потому что я, ну, я не загоняюсь насчет, там, денег. Я, мне больше интересно в целом работать. Я загоняюсь насчет денег из-за того, что… Почему вас так разрывают, я не знаю. Да, и я из-за того, что у меня трое детей. Вот это меня реально мотивирует. То есть, капец. Я, у меня сын говорит, я поступил, там, в Эмираты, да, когда я такой, типа, а ты видел, типа, счет? Он говорит, я в Дирхамах не разбираюсь. И я такой, мать твою, сколько мне выступать с этими инфо-цыганами весь год? Офигенно, что даже у Бейбета есть то, что он не может купить. Ну, это… Что? Ну. Ирине вам оказалось. Короче, дети жестко мотивируют. Честно, если бы не было детей, я бы вату катал бы. Но не в контексте России, да, просто… Офигенно. Сейчас чуть на политику не перекинулся, да, случайно, да. Назарбаев. 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 Прости, пожалуйста, забыл сейчас. Назарбаев. Вы свой первый миллион помните, если он у вас был? Мой первый миллион помнит только микрокредитная организация. Так у меня у самого… Ну, у меня был какой-то период, когда я зарабатывал на ставках. Я продавал прогнозы и сам ставил. И я… Ну, это было в десятом классе где-то. У меня… Я за месяц заработал полтора миллиона примерно. И я в столовой… В столовой не видели раньше десятки у нас. Я один раз с десяткой пришел, там почти все выкупил. Еще повар со мной уехал. А как сейчас можно быстро заработать вот один лям? Я просто думаю, есть ли какая-то вот… Короче, я спрашивал вот этих блогеров, которые курсы продают. Они реально зарабатывают, вот прикинь. Это Арман Юсупов упал. Да, да, да. Они реально… Вот я еще думал… Быстрые деньги. Какие-то прогревы, там еще что-то заморозки. А нет такого, что это чуть-чуть, ну, дезморально и зашкварно, что ли, получать эти деньги от людей? Знаешь, мне иногда кажется… Ну, то есть у меня как бы два полярных мнения, причем оба в моей голове. Иногда мне кажется, что просто чувак, который говорит, я вас научу быть богатыми сам, со своей же вот этой бедноты, условно, да, вот этой аудитории, которая хочет верить ему, и которая несет ему последние деньги или покупает в рассрочку вот этот курс, да, мега. И она просто… То есть она еще беднеет, а он еще больше богатеет, да, и вот… Вот, то есть и… А с другой стороны, думаю, ну, действительно же есть профессиональные, классные курсы экспертов в своей области, которые там, ну, вот, каких-то там стоматологов, стоматологов… Я не знаю там, да, то есть я ни на одном курсе не был там. Но при этом вы соглашаетесь выступать, типа, на такую аудиторию? Нет, это же не курсы продажи, я просто соглашаюсь, что это на форумах. Бизнес-форум – это бизнес-форум. You know. Это как… Это другое. Это не нумерология, это Таро. Это Айтуар учится в Дубае. Не забывайте. Хорошо. 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 Продолжение следует...